Птицы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим, что вас ожидает на июнь месяц. Посмотрим ваш расклад, что вас ожидает. Первая карта для вас на начало месяца, пятерка мечей. Пятерка мечей говорит, что какая-то проблема, какая-то ситуация, может не одна проблема, не одна ситуация, уходит, она в прошлом. Но вы пока в начале месяца июня стоите на страже в порядке. Вы все-таки держите себя, пока не отпускайте те проблемы, которые в вашей жизни были в прошлом. Здесь больше у вас не те страхи, когда вы должны их решить, что-то преодолеть, как-то отпускать, как-то научиться преодолевать ваши барьеры, страхи. А здесь в голове больше у вас эти мысли. Все-таки вы не отпускайте какой-то ситуации из вашего прошлого. Все-таки требуется весь, даже в начале месяца говорит, что от вас требуется это для того, чтобы вы как-то начали чего-то нового. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Тост Пентакли. Новый шанс. Некоторые могут, это я хочу сказать такое, что могут бояться по поводу здоровья, и что вам может какая-то ситуация повториться, но это только ваши страхи. Для некоторой здесь, может быть, были какие-то документы, какие-то финансы, какие-то суды, разводные процессы. И у вас как-то пока тянется с прошлого эти ситуации. Хотя их нету. В июне, в начале месяца их нету. Давайте посмотрим следующая карта. Это для вас карта Десятка мечей. Это предательство. Вам дается новый шанс после какой-то предательства, но вы пока не можете отпускать. Вы не можете какие-то... Может, это касается для некоторых, что в прошлом были предательства, может, были даже по поводу каких-то крупных финансов. И может, у вас новый шанс, но вы пока боитесь. Здесь может какая-то новая работа, новое предложение. Но вы как-то разочарованы с прошлого. И вот в июне месяце вы как это тянете до сих пор. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. И это Девятка мечей. Девятка мечей говорит о том, что вам требуется осознание. Даже то, что вам больно. Даже то, что вам тяжело. Все-таки нам нужно... Если касается прошлого, какое-то прошлое предательства, вы все-таки должны бороться, работать над собой и осознать. Прошло может быть болезненно, может быть тяжело для вас. Может, это вам трудно было отпускать. Но все-таки это ситуация в прошлом. Вы должны были поблагодарить прошлым. Зато может какой-то урок для вас был. Может, как вам высшие силы проверяли для того, чтобы вы научились чему-то новому, дать себе новому какой-то шанс. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца для вас, мои дорогие тельцы. Четверка Пентакли. Четверка Пентакли говорит о скупости и жадности по отношению к вам. Вот это и осознание, что не нужно открывать свои, знаете, руки для всех. Помочь всем, а для вас это в последнюю очередь. Вот на середине месяца дайте себе новый шанс, дайте себе новые возможности. Даже не жалейте для себя, может, какой-то подарок купить. Потому что здесь как-то у вас скупость по отношению к вам. Вот вы как-то хотите помочь всем, но для вас это как-то, если что-то будете, что-то приобрести или купить, вы жалейте. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине месяца. Это Семерка Мечей. Семерка Мечей говорит о том, что в середине месяца у вас будет, знаете, такой упадок силы, да, упадок, да, как бы вашей энергии, да, как бы не будет, не хватит, да, для вас в середине. Мои дорогие, те, которые понимают, что есть какой-то обман, хитрый, но это те люди, которые вы сами допускаете близко, да, это не те люди, которые вас не знают, а это те люди, которые вы сами рассказываете свои цели. Мои дорогие, те, которые находятся в отношении, понимая, что было, есть предательство, да, что осознание, что нету чувства, да, что тяжело, что было, было обман, хитрый, всё-таки для вас нужно принять какое-то решение. Одинокие люди, да, посмотрите, с кем вы общаетесь, с кем вы дружите, потому что здесь есть как энергетические вампиры, и в середине вы это почувствуете, да, вы себя можете, да, плохо чувствовать, да, может у вас для некоторой даже вот будет какое-то предательство, да, вы будете находиться после какой-то предательства. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это Паш Пентакли. Паш Пентакли, я скажу так, в конце вам высшая сила даёт возможность, да, что-то новое начать, приобрести, может поставить новые себе какие-то цели, да, но здесь у вас, знаете, больше, когда вы думаете о ничего не делаете, всё-таки берите и что-то меняйте в вашей жизни, да, что-то начинайте, да, с нуля. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие тельцы, для вас это карта Девятка Жезла. Девятка Жезла, хочу здесь, если такая информация пришла, да, для некоторой может быть понадобится, для моей дорогие тельцы, может быть повторится какая-то ситуация с прошлой, для вас будет, да, может очиститься, да, дать себе новые силы, да, может усиление своей женской, мужской энергии и поставить себе защиту. Хочу сказать, что здесь может после предательства, да, у вас в жизни вот в конце июня у вас начинается что-то новое, да, но у вас есть страхи, у вас есть вот именно это, боясь то, что вас предали в прошлом, да, и вы пока эту ситуацию как бы не можете, да, отпускать, да, но всё-таки судьба даётся новый шанс, поэтому посмотрите, да, у разных может, ну, как бы ситуации, да, но здесь больше как-то вы пока, да, после этой предательства с прошлого вы пока не можете заново, да, кому-то доверять. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советует. Тройка Пентакли. Мои дорогие, июнь месяца вам даёт высшие силы новый шанс начать чего-то новое. Не нужно закрываться, не нужно бояться, не нужно ставить себе щит, и не нужно, да, не все люди одинаковые, да, бывает в нашей жизни предательство для того, чтобы мы сами менялись, да, для того, чтобы мы понимали, что мы что-то не делаем правильно, да. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Продолжение следует...